Дорожная карта Ричард Джолли посетил высшую школу бизнеса. Казанский федеральный университет посетили участники делегаций Южноафриканской республики в Российской Федерации, которые ознакомились со структурой университета и приоритетными направлениями. Как это было, ты увидишь в нашем следующем сюжете. В понедельник 30 января Казанский федеральный университет посетили представители посольства Южноафриканской республики в Российской Федерации. По этому поводу участники делегации совместно с проректором по внешним связям Казанского федерального университета Ленаром Латыповым посетили музей истории университета и провели переговоры. Ленар Латыпов познакомил гости Альма-Матор не только с его историей, но и обширностью ресурсов университета, а также с приоритетными направлениями САЕ. Сотрудничество с Южноафриканской республикой развивается в рамках проведения совместных исследований КФУ и университета Притории в нефтегазовой сфере. Стоит отметить, что профессор геологического факультета университета Притории Аннет Гетц является руководителем OpenLab – стратеграфия нефтегазовых резервуаров позднего палеозоя на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. 27 января в КФУ отвечали на вопросы о развитии экологического направления ВУЗИ. На дорожной карте Института экологии и природопользования побывала и наша съемочная группа. Прошла очередная защита дорожной карты Института. Это демонстрация достижений и вовлеченности коллектива в процесс построения единой стратегии университета. Одним из вопросов защиты дорожной карты Института экологии и природопользования стал вопрос инновации о подготовке кадров Института на уровне магистратуры. Эта тема, кстати, является актуальной почти для каждого Института университета. Нам нужна площадка для обсуждения конкретных проблем и моментов каждого Института в отдельности. Здесь нельзя бы оптом было идти и сказать, давайте в каждом Институте две программы магистратуры сделаем. Это было очень легким ответом на те проблемы и моменты, которые будут идти. Потом, насколько они будут последованы, куда они будут работать. Если у всех были одинаковые жрецы, тогда достигают вопросы необходимости корпоративных университетов, самих предприятий, которые еще год-полтора или полгода, другого сколько, задача на эти направления конкретных предприятий. В Институте экологии природопользования, в отличие от прошлого года, многие вопросы, связанные с уровнем заработной платы, необходимостью ремонта аудитории, были сняты. А вот вопрос об увеличении количества и качества статей, публикуемых в базах Web of Science, остались. В нашей публикации, в нашей работе, вносят вклад, оказывают поддержку таким установлениям, как Point of Marine Sciences, Geography, Ecology and Forestry and Biological Sciences. Именно эти предметные рейтинги и будут нами рассматриваться в дальнейшем. Мы могли бы, то есть нашей задачей стоит достижение позиции предметного рейтинга Biological Sciences и Environmental Sciences с позиции 150.200 в 2020 году. Инновация и свежие идеи необходимы прежде всего для выполнения задачи, которую поставил перед собой Институт достичь к 2020 году высоких позиций в предметном рейтинге QS по направлениям биология и экология. Для этого научные сотрудники объединили свои усилия с двумя стратегическими академическими единицами – это Островызов и Эко-нефть. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. А теперь предлагаю заглянуть в мир интернета. Прямо сейчас ты увидишь подборку обсуждаемых новостей интернета в нашей традиционной рубрике Веб Ньюс. Российско-японское исследование приблизило понимание роли микрогравитации в потере костной массы. Японские ученые совместно с руководителем лаборатории экстремальной биологии Олегом Гусевым описали изменения, вызванные космическим полетом в организме рыб. Российские ученые разрабатывают лекарства от наркозависимости. Возможно, уже к 2023 году молекула поможет побороть зависимость от героина, морфина, дезаморфина. Лечение займет 1-2 года. Российским туристам разрешат расплачиваться в Турции рублями. В ближайшее время Сбербанк запустит систему оплаты в рублях на всей турецкой территории. В набережных Челнах проходит школа для онкобольных по профилактике осложнений после химиотерапии. Мероприятие бесплатное. Принять участие в школе пациента может каждый. В Казани всех желающих девушек бесплатно обучат самообороне во время реалити-проекта. Представительницы прекрасного пола пройдут бесплатный интенсив по самообороне, фиксируя все переживания и проблемы, возникающие во время тренировок. Каждый лидер обязан знать об уникальном способе вдохновить кого-либо работать эффективно. Но он всего один. Вокруг этого способа крутится вся система менеджмента и лидерства. А самое интересное, каких-либо других способов больше не существует? У каких руководителей работают самые лучшие сотрудники, выясняла Аделя Шамилова. Представьте, как бы выглядел футбольный матч, если бы правила игры были известны только одному игроку. В лучшем случае истинному лидеру удастся воспитать команду и одержать победу. Ведь иначе игроки просто потеряли бы интерес и покинули поле игры. Именно так с футболом сравнивает основную систему лидерства известный профессор лондонской школы бизнеса Ричард Джоли, который посетил Казанский федеральный университет. Стоит отметить, Ричард Джоли считается одним из ведущих специалистов, занимающихся темами лидерства и межличностных отношений, а также сферой управления политическими процессами. Темы лидерства и межличностных отношений в любом бизнесе являются, пожалуй, самыми обсуждаемыми вопросами. Ответы на них профессор искал совместно с руководителями предприятий Татарстана и научных учреждений. На своей лекции профессор отметил особенности современного лидерства. И довольно подробно Ричард Джоли рассказал об отношениях в коллективах между сотрудниками и руководителями. Профессор отметил, что наиболее важно добиться того, чтобы хотя бы 95% сотрудников не допускали мысли о смене работы. Все это делается для того, чтобы ваш бизнес не потерпел сокрушимое фиаско. Организации с заметной текучкой сотрудников долго не держатся на рынке бизнеса. И не думайте, что вы неразрушимы. Но что же делать с таким неприятным явлением? Вопрос является открытым, и мы приложим все силы, чтобы найти нужный ответ. Имя Николая Лобачевского неразрывно связано не только с Казанским университетом. Заслуги ученого в области астрономии также увековечены благодарными потомками. Прямо сейчас мы совершим увлекательное путешествие за пределы планеты Земля в то место, которое носит имя великого математика. Имя Николая Лобачевского носит Нижегородский государственный университет. Казанский федеральный намного больше заслуживал этой чести, но не получил имя Лобачевского, потому что в 1925 году ему уже было присвоено имя Ульянова Ленина. Зато именем великого русского математика названы научная библиотека и лицей Казанского университета. И целый кратер на обратной стороне Луны. Кратер Лобачевский имеет довольно необычное образование на лунной поверхности. А кратер Лобачевского, еще раз повторяю, это молодое образование. В том плане, что образовался он не тогда, когда еще Луна была, скажем так, в первозданном состоянии, а где-то в центре уже вот ее эволюции. Кратер Лобачевский довольно крупный, его диаметр 87 километров. Если же говорить более предметно, то кратер Лобачевский – это не одинокое образование, а комплекс близколежащих Большого и более мелких кратеров. Хотя принято говорить только о самом крупном компоненте данной кратерной системы. На одном из снимков НАСА на внешнем краю этого кратера были обнаружены структуры, похожие на очертания башен или столбов. Там, как можно увидеть на фотографии, имеются определенные образования. Это не только в этом кратере, кстати. Они как бы представляют собой столбы или башни, и по большому счету объяснение, что же это такое, наукой пока никакого не дано. Существует несколько гипотез возникновения объектов, одна из которых свидетельствует об искусственном происхождении этих столбов, построенных инопланетными цивилизациями. Однако до сих пор кратер Лобачевский хранит тайну образования лунных башен, и, видимо, разгадать ее смогут только будущие космические миссии, которые отправятся к естественному спутнику Земли. Адель Шамилова, Аннарина Ганеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. И помни, следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего еще никто не видел и над чем еще никто не думал. Пока-пока!